Вот по дуванчику. Я когда пошла мимо, я непроизвольно затаила дыхание. Думаю, вдруг он полетит, вдруг он раскроется. Масло-карандаш и безграничная фантазия. Живые картины иначе и не назвать. Это творчество Руфины Масловой. У особенной девушки тяжелое врожденное заболевание порно-двигательного аппарата. Художественные шедевры создавать ей приходится ногами. Ну вообще, сначала я рисовала карандашом. Ну то есть, с детства я вообще любила карандаш. А год назад меня посоветовала Анна Белецкая, посоветовала попробовать маслом. Ну, получится мне или не получится. И я попробовала. Первые картины у меня нет, к сожалению, которые я уже нарисовала. Где? В Москве. Свои первые работы девушка подарила московской публике, а после еще приумножила. Сегодня в библиотеке имени Башунова открылась ее персональная выставка. Картины обсуждают, размышляют над ними и стараются запечатлеть в памяти и на фотографиях. Впечатления вообще классные. Вот я знаю Руфину, да, и поэтому как бы вот смотришь на это все и глаз радуется. И когда я нарисую, мне тоже кажется, как у меня это все получается. Как будто это не я рисую их. Один день на карандаш, до двух недель на масло. Художественного образования Руфина не получила. Девушка учится рисовать по видеоурокам. Любую картину возьми, они все сложные. Начинаю смотреть, вроде бы так легко рисуется. Но когда начинаю рисовать, это ужас. Там столько у меня нервов выходит из этой картины. Стираю, опять начинаю рисовать. К слову, все картины Руфины уже раскуплены. Но полюбоваться живописью горожане еще успевают. Выставка картин продлится весь декабрь и праздничные дни января. Кстати, живопись – это далеко не единственное увлечение Руфины. Девушка профессионально занимается паралимпийским видом спорта – бочей. И участвует во всероссийских соревнованиях. В свои 29 лет живет полной жизнью. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.